Предприниматели могут компенсировать часть затрат на коронавирусное тестирование своих сотрудников. Соответствующее поручение сегодня дал Алексей Русских. Вопросы борьбы с COVID-19 стали главной темой совещания в областном правительстве. Подробности у Игоря Кранцева. Ежедневное количество заболевших COVID-19 в регионе вот уже не первую неделю остается на уровне 80-85 человек. Однако, по словам главы губернии, это не та стабильность, которая должна радовать или успокаивать. Ситуация по-прежнему сложная, а потому необходимость достигнуть защитного порога привитых или обладающих антицелами в 60% населения никто не отменял. Если 60% набирается, то для работодателя остается все по-прежнему. Если, соответственно, 60% не добирается, то, значит, должны быть переведены на удаленную работу граждане из группы риска. Работодателям дали месяц на противоковидную агитацию и решение оргвопросов. При этом запас вакцины в регионе достаточный. В ближайшее время ждут еще 8 тысяч доз, а власть готова прийти на помощь предпринимателям. У нас нет цели наказать. У нас есть цель защитить людей и предотвратить дальнейшее распространение болезней. Также я дал поручение по компенсации части затрат на тестирование. Компенсировать часть затрат могут и родители, чьи дети летом будут отдыхать в лагерях. Родителям вернут 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. При этом ребенок должен провести в лагере не менее целой смены. Важный момент. Родители, которые приобрели уже в Ульяновской области, приобрели путешествие в детский лагерь на летние смены 2021 года до начала старта программы, смогут подать заявки с 15 июня на сайте госуслуг, предъявив документы об оплате. Таким образом, эта программа распространяется на тех, кто приобрел путевки с 1 января текущего года. Тем временем, с учетом всех антиковидных мер, начинается сдача ЕГЭ. Руководитель профильного ведомства заверяет, что все готово и разряжает обстановку просьбы не пользоваться шпаргалками. Приведу пример. Несколько лет назад у нас даже был случай, когда шпаргалка была написана на ногтевой пластине ребенка. Камеры достаточно мощные, сигнал сразу фиксируется и поступает в федеральный центр. Если будет зафиксировано использование различных материалов, то, к сожалению, ребенку экзамен в этом году уже будет закончен. А вот пользоваться обращениями граждан в качестве подсказок можно и даже нужно, чтобы знать о проблемах и решать их. Сам, ориентируясь на обращения граждан и вам рекомендую, в очередной раз говорит Алексей Русских. Больше всего вопросов по водоснабжению и освещению населенных пунктов. По освещению тоже постоянно на всех встречах люди подходят, жалуются, что в темное время суток действительно страшно, опасно, особенно когда дети домой возвращаются. На следующий год давайте мы будем бюджет заплатывать. А вот по ремонту дорог последнее время обращений меньше. Из шести десятков запланированных участков дорог половину сейчас приводят в порядок. Едва ли есть вопросы по посевной. Она близка к завершению и показатели чуть превышают прошлогодние. Значит, и на хороший урожай можно рассчитывать, если погода не подведет. Игорь Кранцев, Антон Дурнов, Вести, Ульяновск.